ну вот решил сделать такой небольшой ну что большой не знаю смотр наверное хотя да это будет именно смотр потом обзор и даже тест кулера процессорного корпусного вентилятора вот решил взять недавно попробовать потестить что как они вообще дают что-нибудь какой-нибудь результат эти кулера корпусные честно говоря я раньше не особо как-то относился к ним серьезно я думал они ничего не дают то есть если компоненты греются то он вряд ли сможет их охладить сильно особо то есть просто воздушным потоком не знаю казалось это не особо эффективным это не особо оптимистично к ним относился не особо доверчиво так сказать вот но все же решил попробовать потому что как я уже не раз говорил столкнулся с довольно сильным нагревом системы особенно чипсета вот и подумал что кулера в принципе нужны в корпусе дополнительные хотя бы один на вдув 1 на выдув минимум и решил вот купить кулер выбирал убирал долго довольно таки пересмотрел кому кучу разных от самых дешевых на которые там гарантия два-три месяца на новый в магазине смысле и до самых таких навороченных крутых имиджевых там профессиональных которые стоят около 200 то и 300 гривен за одну штуку вот такую вот то есть 200 300 гривен один такой она такая вертушка но это в основном самые дорогие это nokta там че там еще идет залман самые самые такие топовые считаются самыми такими крутыми надежными тихими ну в принципе как бы я думаю есть смысл доверять может там гарантия дается около шести или пяти лет и плюс написано что срок службы безотказной сто пятьдесят тысяч часов то есть это реально можно сказать взял и на всю жизнь поэтому в принципе есть смысл заплатить приличные деньги вот но я решил начать с таких особо недорогих бюджетных посмотреть как бы может быть и их не будет достаточно взял такие вот дипкул я брал на розетки но пропихивает их почему-то особо сильно фотомаг есть магазин такой это ни разу не реклама просто я там уже не разбрал вещи вот изначально думал там взять вот но как оказалось там наоборот такие они стоят значительно дороже на фотомаге они стоят около 74 гривен на розетке всего лишь 45 и 43 даже вот при этом фотомаг их повсюду пропихивает то есть то есть такая фишка что если ты заказываешь процессор или корпус или что-то еще то предлагается вместе с этим взять кулер и в качестве кулера предлагают именно вот такой вот то есть чтобы ты там не брал процессор кулер ну да любой другой кулер или блок питания или корпус всегда вот пропихивают и предлагают взять именно в такую вот модель кулера вот я думал ну если предлагают то наверно супер хороший какой-то качественно и так далее поэтому решил что наверное стоит взять его попробовать вот посмотрел на разных других магазинах и самый дешевый он оказался именно на розетке вот как бы тут гарантия 12 месяцев написано в принципе для кулера нормально 11 месяцев гарантии вот ну поскольку они там стоили дешевле чем на фотомаге всего лишь 43 или 45 чуть не помню точно сколько цена там вот я решил сразу четыре штуки взять опять же переборщил нахер мне столько я не знаю нужно было пробовать взять один если нормально взять еще сразу много взял оказалось что мне столько не нужно и забегая наперед скажу что они не самые хорошие хотя и не самые плохие наверно но столько брать не нужно было как бы все таки вот такой вот кулер в такой коробке он продается как по всем по порядку потом расскажу уже что у них хорошего что у них плохого а еще одна характеристика я не помню сколько у них может здесь написано открою короче должны быть очень то написано здесь по эмблемы супер тихий большой поток воздуха голубая подсветка на голубая подсветка кстати не абсолютно не нужна была я наоборот даже на одном ее отрубил и тут светодиоды так вот он выглядит короче вот здесь вот светодиоды эти вот ну их легко обрезать можно я на одном обрезал намного лучше не знаю не абсолютно не нравится вот этих мигалки ну такой комплект кулера болтики 4 штуки так насчет подшипника не знаю пишут что вроде подшипник для себя посетил короче чуть вообще не помню вот эти вентиляторы да три бля сколько 48 гривен каждая штука вот 1300 оборотов в минуту тип подшипника гидро динамический какой-то ну так на вид там похоже что вообще никого подшипника нету там как будто просто втулка тоже все может это так кажется не знаю напряжение 12 ватт уровень шума 26 децибел а вот поток воздуха 53 что-то там не знаю как называется это значение и короче дует он неплохо не хуже моих старых которые стать стояли на корпусе вот нормально так дует он короче на максимальных оборотах и как раз таки основная проблема в том что у него нету регулятора оборотов нету переходника чтоб уменьшать обороты а на максимальных оборотах 1300 оборотов в минуту он довольно шумный вот как бы это единственная проблема может такой вот провод довольно средний наверно не не особо длинный но и не особо короткий вот в таком вот кожухе кожух такой пластиковый такая плетка вот и тут два штекера обычный трех пиновый и молекс вот если молексом подключать то хотя я даже тех пиновым подключал в разъем на материнку он все равно на максимально максималка крутится и довольно сильно шумит это чтобы прям особо сильно раздражает как-то ничего такого нету но все-таки шумит довольно таки сильно как бы максимальные обороты ему в принципе не нужны но вот лично мне он и так нормально дует поэтому если покрутился на триста четыреста оборотов меньше он бы вообще не шумел и при этом охлаждал бы я думаю не намного хуже вот в этом его основная проблема еще подключил покажу как он выглядит в работе а вот выглядит при этом шума даже так на максимальных оборотов и она к молекс подключил шум это практически не слышно я думаю вот подношу камере я при этом отнесу его подальше от компа не слышно же да почти слышно такое легкое легкое жужжание точнее такое прям небольшой такой тихий тихий гул то есть это в принципе нормально не особо раздражает при этом подсветка меня лично намного больше раздражает поэтому я ее отрубил на одном из кулеров вот насчет шума вот так вот я скрутился чуть помедленнее было вообще не слышно ну и сейчас покажу насчет охлаждения собственно это самое важное как он охлаждает вот я покажу как у меня комп греется на цех при загрузке вот у меня сейчас включено видео на рендеринге то есть идет перекодирование видео вот очень мы рендерится видео еще пишу видео о новой материнке вот она уже почти на 40 процентов даже чуть больше отрендерилась и я покажу температуру то есть насколько при такой загрузке процесса же загружен не особо сильно то есть не на сто процентов если допустим запустить кризис 3 все будет загружено на максимум почти температура чипсета будет еще выше ну так вот такая загрузка принципе выше среднего и при этом вот такой вот нагрев 40 а 59 градусов уже там не знаю сфокусируется нет вот процессор 51 ядра по 42 чип ну чипсет самая основная проблема моя 59 градусов доходит и до 60 это при не самой мощной загрузки при не самой сильной не знаю почему нагреется даже видеокарта щек знает по идее это декодирование видео не должно загружать видеокарту вроде как но я хз вообще вот остальные температуры в принципе в норме чипсет даже нас не сильные загрузки не особо сильные греется до 60 градусов при том что у меня сейчас комнате не особо жарко у меня с комнате там максимум 20 градусов и все просто не представляю что будет летом когда раза в три будет жарче ну не в три может два точно даже больше вот и сейчас в общем то я вот что сделаю я беру всего лишь один кулер ставлю его напротив чипсета подключаю сейчас буквально полминуты проработает и я покажу каким будет нагрев теперь после этого то есть вот он будет прямо на чипсет сейчас посмотрим короче чё пока крутится вентилятор даже в танчике можно сыграть нагрузка плюс увеличится так что при максимальной загрузке ну может это и не максимальная но уже довольно таки неплохая посмотрим как он нагреется точнее как он теперь охладиться с вентилятором он я тут нагибаю короче у меня уже он урона 9000 бля вот сука чем не ёгнет не нихуя тебе не ёгнет все бля затащил короче так ну и вот чипсет было почти 60 градусов стало так же видео от рендерится продолжает рендерится и вот теперь чипсет 49 я игру выключил он еще холоднее станет через пару секунд вот где браузер 49 48 сейчас еще пару минут просто вот так вот все постоит без каких-либо дополнительных действий то есть посмотрим сколько максимум охлаждения будет при одной и той же нагрузки то есть тогда когда я включал вентилятор было было просто видео на рендеринге стояло вот сейчас все так же оставлю поработает вентилятор еще пару минут и посмотрим какая она насколько максимум охладиться с помощью одного лишь кулера ну вот прошло еще пару минут также видео рендерится ну там уже 55 процентов и тут кстати опять же проблема точнее недостаток производительности нового процессора видео длиной меньше часа там около 50 минут в формате 720p будет рендерится больше двух часов где-то два с половиной часа то есть но я считаю это очень немало в принципе так уж и много ладно full hd она бы столько рендерилась а тут просто hd и такой так долго рендерится мне кажется довольно долго для такого процесса точнее для такого процесса это как раз таки нормально но не знаю опять таки посмотрим сколько будет на интеле на двухъядерном core i3 короче рендерится видео то есть точно так же точно такая же нагрузка какая была до того как я поставил вентилятор до того как я поставил вентилятор тоже было просто видео рендерилось и вентилятора не было при этом температура доходила вот сейчас смотрим 46 градусов а тогда температура доходила до 60 то есть было 59-60 я поставил один только вентилятор направил его на чипсет то есть если он будет стоять на боковой крышке то он примерно так будет стоять вот направил он на чипсет при этом максимальные обороты 1300 оборотов в минуту и видео то есть температура за пару минут снизилась до 46 то есть с 60 снизилась до 46 то есть на 13 на 14 процентов то есть минус 13-14 процентов падение температуры с помощью одного только кулера одного всего лишь одного кулера то есть нету здесь ни на вдув ни на выдув но корпус открытый при этом вот опять 46 47 до 46 вот прыгает но это нагрузка не максимальная да если включить crisis 3 допустим на максимум выставить он будет естественно тормозить довольно сильно но при этом он в принципе нормально идет даже на максимуме вот я включал его на тестил на нем и тот же самый способ с помощью одного кулера без кулера система греется чипсет до 63 62 градусов чипсет до 63 62 а видеокарта прогревается там вообще под 80 градусов для видеокарты это в принципе ну не то что пиковая там река то опасная температура но довольно высокая в принципе насколько я знаю они работают нормально таких температурах там некоторые до 90 греется с плохим охлаждением вот как бы они живут с такими температурами но конечно нежелательно вот с включенным кризисом он на максимум вообще все загружает там процессор еле-еле тянет его просто на максимум забит видеокарта естественно тоже на максимуме там работает 505 550 ти ай вот и без кулера это все греется но я уже сказал видеокарта до 80 градусов прогревается а чипсет до 63 а и процессор там 53 54 градуса вот точнее там даже процессор не 53 54 там именно cp до 56 градусов доходит а эти ядра до 45 ну я насколько я помню я точно не помню где то так вот а если поставить вот точно также кулер и при этом также продолжать играть температура чипсета падает до 48 градусов примерно 48 там 50 вот так вот но это принципе нормально 50 градусов вполне нормальная температура для чипсета процессор примерно так же он чуть чуть холоднее становится видеокарта также там примерно 76 градусов становится чуть чуть теплее стать чуть чуть холоднее становится ну что в принципе там повсюду воздух этот холодный распределяется то есть он не только на чипсет дует дует повсюду поэтому холоднее всего становится чипсет но основные компоненты и процессор и видеокарта становится в принципе чуть чуть холоднее но тем не менее с помощью одного кулера при максимальной загрузке с 63 градусов она падает до 40 850 это опять же на 13 14 процентов ниже то есть принципе это очень неплохо я считаю с помощью одного кулера даже можно вполне прилично охладить систему и спастись этим я честно говоря поначалу даже думал для ну точнее не то чтобы думал а как бы просто такая мысль промелькнула что можно было бы в принципе обойтись этим в крайнем в крайнем случае с понятом денег не было вообще но тем не менее я решил как бы что кстати системная плата температура была 35 стала 25 на не знаю что это это либо южный мост либо система питания процессором там там сильно либо южный мостом под видеокарты было 35 стал 25 тоже на 10 градусов ниже ничего так и что вот можно было бы обойтись таким способом как бы но я уже решил что буду переходить на intel как бы просто это вот такой вот небольшой тест вентилятора насколько эффективно может оказаться один лишь кулер при довольно таком неплохом нагреве системы то есть он реально может выручить при этом я бы все-таки лучше взял вентиляторы с меньшими оборотами чтобы он вообще чтобы не слышно было то есть так он шумит не особо то сильно но если его ставить именно на корпус шум усиливается но не за счет того что вентилятор сам шумный а за счет того что он поток воздуха соприкасается с поверхностью кулера то есть видите так он шумит не особо то сильно но если его прислонить куда куда-либо вообще шум усиливается насильно то есть вот допустим на заднюю стенку и очень захерачу блять сука ты опять же не шумит шумит то есть он просто соприкасается с поверхностью поток воздуха и начинает гудеть сильней а если бы обороты были меньше он бы опять бы шумел не так сильно короче поэтому я решил короче что оставлю себе два вот таких вот два лишние продам и лучше другие более тихие с переходником для того чтобы уменьшить обороты ну так вот короче такие вот кулера дипку принципе неплохие если особенно шум не особо критичен так сказать то есть вполне можно использовать но за немного небольшие деньги немного больше и точнее деньги за где-то за 60 гривен можно взять кулера от залман и там уже будут переходники они уже будут тише намного при этом по эффективности они не будут уступать этому то есть лучше взять все таки более такие более функциональные что ли которые можно которых можно уменьшить обороты и тем самым избавиться от шума вообще то есть полностью шума не будет вообще от них короче вот такой вот обзор вот такие температуры но так вот он охлаждает короче